Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о аккумуляторной самоходной газонокосилке Greenboard GD60LN51SP. Поставляется газонокосилка в массивной картонной коробке. У меня расширенный комплект, в который вошли аккумуляторная батарея и зарядное устройство. Коробка достаточно тяжелая, одному переносить очень тяжело. Вот он наш комплект поставки, ну и немножечко о технических характеристиках. Скорость вращения фризы 2800 оборотов в минуту, максимальная скорость 3200 оборотов в минуту, ширина деки 510 мм, самоходная скорость движения от 2,5 до 4,9 км в час. Высота кожения от 25 до 80 мм. Косилка в собранном состоянии, все что нужно сделать это установить ручку, ну и собственно предусмотрена возможность регулировки угла положения ручки. Вот они, две позиции. И третья позиция нам позволяет перемещать ручку вот таким вот образом для транспортировки и хранения. В отличие от мединовых газонокосилок, данная модель, любой электрический инструмент позволяет хранить его в вертикальном положении. Все модули управления находятся на ручке, я о них расскажу чуть-чуть позднее. Возле заднего правого колеса находится регулятор высоты кошения, он 7 позиционный, как я и говорил, регулировку от 25 до 80 мм позволяет осуществлять. Боковой выброс, сюда устанавливается дополнительная накладка. Здесь у нас сзади находится мешок травосборник. На передней поверхности находятся две сатадионные фары, которые освещают достаточно неплохо даже в темное время суток. Ну и там ниже есть удобная рукоятка для переноски. Итак, модуль управления. Здесь у нас кнопка турбо, которая активирует режим работы на 3200 оборотов в минуту. Кнопка включения и выключения устройства. Переключатель скорости движения самоводного устройства. Вот эти два лепестка для включения шнека нашего. И вот это рычаги, которые отвечают за включение передач. Для установки аккумуляторной батареи нам необходимо поднять верхнюю крышку, направить батарею по сладким направляющим, до щелка закрыть и отпустить крышку. Она закрывается плавно и мягко. Данная модель предусматривает установку двух аккумуляторов, которые работают независимо, последовательно. Соответственно, время работы увеличивается вдвое. Сейчас начало мая. Вот такую территорию мы попробуем покосить. Придворовая территория. Ну, собственно говоря, давайте приступим к работе. Для старта нажимаем кнопку питания, тянем на себя лепестки запуска в грязи, после чего нажимаем лепестки запуска движения. Трава достаточно высокая, но газонокосилка без особых сложностей справляется с выполнением данной задачи. Сейчас у меня установлено положение высоты на шестую позицию, потому что вы прекрасно видите, что поверхность неровная, земля достаточно влажная, что несколько негативно сказывается на движении газонокосилки. Она иногда может пробуксовывать, то есть сцепление с землей не такое уверенное, как в сухую погоду. Лично я при тестировании работаю на максимальной скорости движения газонокосилки. Для меня это комфортная скорость. Устройство справляется с выполнением своей основной задачи. Я думаю, вы обратили внимание, как интересно выглядит косилка спереди. Фары дают ей такой некий шарм. Но, конечно, они помогут в работе в вечернее время. Здесь я не мешаю громкость и реальный уровень шума газонокосилки. Можно смело говорить, что работа устройства достаточно тихая. Газонокосилка маневренная. Я хочу продемонстрировать, как я объезжаю сложные участки местности, как можно объезжать деревья. Обратите внимание, какой след она за собой оставляет. Опять же, хочу повторить, насадка установлена на шестую позицию. Сейчас я работаю с травосборником. То есть вся трава попадает именно в него. В контейнер для травы, емкость которого составляет 60 литров. Есть также режим мульчирования, когда трава измельчается и остается на газоне. И есть режим бокового выброса. Его я сейчас вам продемонстрирую. В режиме бокового выброса идет наиболее минимальный расход аккумулятора на батарее, так как косилке не нужно тянуть весь вес травы за собой. Ну и соответственно, отработанную траву после этого придется собирать граблями, вилами, ну чем угодно. Как мы понимаем, трава остается на газоне после работы в данном режиме. Данная модель косилки очень маневренная, очень послушная. Косить с ней одно удовольствие. Я сейчас хочу продемонстрировать, что даже семилетний ребенок справляется с данной работой. Никаких сложностей у него не возникает. Косилка едет сама. Все, что необходимо сделать, это слегка направлять ее при движении. Что касается автономности. Одного аккумулятора у меня хватило на 5 соток. Это достаточно неплохой показатель. Это примерно 40 минут непрерывной работы. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.